Дай почитать. Но совсем недавно, лет 200 назад, по составу повседневного меню человека можно было безошибочно определить регион, откуда он родом. Еда на протяжении человеческой истории была и социальным маркером, и наградой, и зависимостью, и самоцелью, и греховностью. Книга историка Дмитрия Занкова «Русь за трапезой» исследует сложный вопрос о том, как воспринимали наши предки еду и все, что с ней связано. Хронологические рамки до конца 17 века. При этом заинтересованный читатель получит ответы на многие вопросы. Например, какая пища считалась недопустимой на столе русского человека? Еда соблазн или благо? Пища святая и грешная. Как воспринималась еда чужеземцев? Какой видели русскую кухню иностранцы? Наши предки пытались решить вопрос, еда соблазн или благо? Так Климент Александрийский предупреждал. Текчайшее из всех падений есть то, когда неприходящая любовь – это жительница и дитя неба низвергается с неба на землю в супы. Христианство заставило взглянуть на пост по-другому. Пост – это средство самоконтроля, способ победить грешную плоть, стать ближе к Богу. Недаром обычай Великого Поста во многом опирался на сорокодневный пост, который выдерживал в пустыне Иисус, прежде чем открыть свои учения людям. По мнению Костомарова, в постсредневековом обществе выполнял очень важную социальную функцию – поддержание стабильности русского общества. Людей больше всего раздражает не наличие само по себе у других богатства и власти, а яркая демонстрация их внешних проявлений. В жалобах главного героя, повести о голом и небогатом человеке, бедность воспринимается в основном через состояние голода. Ведает весь мир, что мне ни пить, ни есть нечего, и взять негде. Живу я на Москве, поесть мне нечего, и купить не на что, а даром не дают. Ярыщица у меня по брюху, потому что не ем, да и на сила хожу. А еще поведение на Перу демонстрировало не только социальный, но и культурный уровень человека. Иностранцы были недовольны тем, что русская пища в большинстве случаев заменяется соленой и копченой. Особенно удивляла их соленая рыба и несносный запах чеснока и лука. И то, что русские мало едят молока и масла, а больше пьют закваску из молока, видимо, простоквашу или сыворотку. А еще их поражало большое количество пирогов. Дорогие слушатели, узнаем все хитрости и сложности русской трапезы благодаря книжке Дмитрия Занкова. До новых встреч!